Берем бегудюшку, мы ее немножко вот так оттопыриваем. Зачем я сейчас вообще это взяла, я боюсь. Какая-то ерунда. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свэй. И сегодня у нас будут некоторые бьюти-покупочки с Алиэкспресс. И я хочу их просто с вами затестить, потому что есть вот такие необыкновенные бегудюшки. И мне просто интересно, как они будут работать и вообще, как ими пользоваться. Потому что я думаю, что с ними будет очень клево мягко спать или ходить вообще. Ну, в общем, надо посмотреть, что-то это интересненькое. Выглядит она вот так, как такая плюшечка. Она вот так открывается здесь, нет никаких приспособ, ничего. Просто она открывается, вот. Типа на нее наматывается, как-то заворачивается. Мне интересно вообще, будет оно держаться или нет. Вот. Стоит этот пакет 6 штучек всего там в районе 70-90 рублей, что-то такое. Вот. Также я взяла вот такую штуку. Хочу просто сейчас попробовать. Ну, самую элементарную прическу, которая здесь сзади нарисована. Тоже стоит около 100 рублей что-то. Может, даже и меньше. И здесь инструкция, по-моему, внутри. Как делать этот простой пучок. Сейчас мы с вами сделаем его. Потом я взяла вот такой вот необычный бублик. Как вы помните, у меня был, вот я заказывала бублик с резинкой. Он идет здесь, вот такая резиночка идет, да? А здесь бублик мы заворачиваем. В общем, это вы, может быть, помните. А здесь другой немного бублик, он просто с заколочками. В общем, такой белый бублик. Я его взяла, как для блондинок. Здесь две вот такие заколочки. В принципе, из этого можно сделать то же самое. Резинки вот так вот пришил и заколки пришил, да? Но мне интересно посмотреть, как будет именно вот такое тоже смотреться. И еще вы помните, что у меня был вот такой бублик, которым я делаю такие объемные пучки на голове, и увидела вот такой бублик, который вот с такими крепежами, смотрите, но вообще для длинных волос вот эти крепежи очень опасны, потому что волосы могут в них запутаться, как например в фикс прайсе мы брали бегуди вот с такими штуками, я еле-еле потом свои волосы оттуда выпутала, честно говоря, но при желании их можно вообще отрезать и снять. В общем, давайте начнем, как бы бегудюшки будем потом чуть-чуть крутить, да, сейчас я быстренько затестю вот такую штуку, например, в общем вот так вот, да, я вот прям боюсь уже, они достаточно мягкие, но они могут запутаться, особенно в сухих волосах, как мои, даже нет, даже нет, я не буду, короче, это на самом деле тестить, зачем я сейчас вообще это взяла, я боюсь, но вот такая штука очень крутая, я ссылочки под видео оставлю, где все это можно заказать, ну, короче, вот для длинных сухих волос я не рекомендую вот эти вот штуки использовать, видите, черные, как бы типа к ним липнут волосы, но на самом деле сухие волосы запутывает очень сильно. Так, сейчас мы попробуем вот эту вот греческую прическу сделать с заколочками. Вообще на Алиэкспресс очень много всего, кстати, вот эта расческа из Фикс Прайс мне очень нравится, нравится больше, чем розовая другая у меня была, такая маленькая, вот эта вот ручка удобная и сами вот эти очень мягкие зубчики, то есть по голове прям можно проходить, и она не царапает, а та немного царапает кожу головы. Показываю вам сзади. Значит, я заматываю это вот так. Как сделать самой, да, прическу? Вот так это выглядит. Мы закручиваем. И мы должны вот так сейчас сделать. Какая-то ерунда, по-моему, да? Вообще, ай, больно! Блин! Фигня! Но на самом деле я такую и не нашла на Алиэкспресс, поэтому... Поэтому вообще вот с этими заколочками, ну, лично для меня неудобно, потому что просто даже натяжение, в общем, с резинкой намного удобнее, такая штука. Теперь давайте попробуем... Я очень быстро все затестила, да. Давайте попробуем вот такие вот штучки. Что здесь нужно сделать? Давайте откроем сначала и посмотрим инструкцию. Кучу разных причесок, которых можно сделать. Сейчас мы одну выберем. Давайте попробуем одну самую простую прическу. То есть мы делаем хвостик. Я никогда такими штучками не пользовалась. Нам понадобится одна вот такая вот розовенькая. Я раньше делала все это руками, но на самом деле с такой может быть намного удобнее. Вот я сделала хвостик. Теперь мы берем, вставляем ее сюда. Видно ли вам там все? Все ли вам там видно? Вставляем сюда. Продеваем в нее наш хвост. Полностью. Да? Видите, раз, опа, продели. Все, что прошло. Я ручкой чувствую. И тянем вот эту штучку. И забираем наш хвостик туда. Ну-ка. Работает ли это дело? Ай. 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 Короче, не дано мне прически. Само себе делать. Давай. О. Еее. Смотрите, какая красота получается. Класс. Я хочу посмотреть. Очень красиво получилось. Смотрите. Можно сюда заколочку какую-то красивую сделать. Ну, в общем, там много разных причесок. И, по-моему, это намного проще, чем нежели рукой реально впихивать туда все это дело. Короче, вот эти штучки мне нравятся. И здесь еще есть вот такая. Тоже ей можно делать разные прически. Причесок очень много. Я думаю, в интернете тоже с помощью них можно найти разные. В общем, ладно. Приступим к нашим бегудюшкам. Мы должны проверить, как оно крутится и накрутится ли вообще. У меня немножко здесь есть водички, так как у меня волосы уже высохли. И чтобы они накрутились, их нужно немножечко увлажнить. Берем бегудюшку. Мы ее немножко вот так оттопыриваем. Берем нашу прядку. Не знаю, что получится за локон. Вообще, вот с такими всякими самодельными крутяшками все время непредсказуемые локоны получаются. Так, закручиваем красивенько. Мне интересно, будет ли оно держаться. Закручиваем. Я кручу внутрь. Вообще должно держаться. Что удобно, что они мягкие, реально. Прям с ними классно спать там. Ну, я до конца не буду. В общем, все, оно не падает, в принципе. Классно. Вот так вот крутим. Эти поролончики с легким запахом. Я на какую-то свинюшку похожу. Смотрите, я уже быстрее кручу. Приноровилась. Ну, конечно, нужно, чтобы на полную голову нужно покупать не одну пачку. И на самом деле я беру маленькие прядки. Можно брать более большие прядки. Оно все будет крутиться нормально. Это просто я так для теста. Ну, чтобы быстрее накрутилось. А так, если делать на только что высушенные волосы, и, допустим, брать прядки больше, локоны будут больше. О, можно даже не разворачивать. Вот так прям наматывать. И она держится. Вообще, хоп! Ну, все, теперь ждем. Не знаю, пока высохнет. Но полчасика так похожу. Через полчасика давайте вернусь и снимем. Это то чувство, когда ты поешь типа английский, своим каким-то языком придуманным. Ну что, мои крошеньки, прошло полчаса. Я уже, видите, тут лайфхаки заколола, чтобы могла делать дела, потому что она мне вот так вот все падает на глаза. Давайте попробуем, посмотрим, что же у нас там получилось в конце концов. Накрутилась ли хоть немножечко наша прядка. Я, конечно, расстройся, если не накрутилась. О! Накрутилась. Прикольно. Давайте все распустим и посмотрим конечный результат. Слушайте, ну мне нравятся локоны. Посмотрите. Если вы так делаете, это же до половинки, да? Они все красивые. Ну я специально сделала, чтобы впереди, видите, так вот раз-раз, а сзади ровно. Что-то в этом есть. Ну, так как я сделала до половины, вы понимаете, что это соответствующие локоны. Тут прямо, тут до половины. Если делать полностью, то может оно будет объемное, короче. В общем, надо смотреть и пробовать. Ну, в целом мне нравится, что получилось. Короче, вот такие прикольные штучки. Рекомендую вам попробовать. И ссылочку на них я оставлю под видео. Они такие розовенькие. Есть еще желтенькие, по-моему. В общем, прикольные. И я думаю, что с ними клево будет спать. Они реально очень-очень мягкие. Все, мои хорошие, я была рада с вами вместе протестировать эти необычновенные плюшки. Они, кстати, знаете, на что похожи? Макаруны, да? Такие есть сладюшки. Такие прям приятные. Приятные штучки. Рада была, в общем, с вами протестировать. Спасибо, что были со мной. Обязательно ставьте лайк. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Впереди много интересного. Я вас люблю, целую. Прощаюсь до следующего видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok